Ого! И кто же ты из вас, дамочки, поворотник при маневре не включил? Это мама. Маленькая ябеда. Ну чего ты начинаешь, Петрович, сразу? Ну, может, жиночка вчит дитину, как нужно поводить себя на дороге? Да, вот так и есть, да. Кирочка, при повороте включаешь желтые лампочки. Поворотник, мама! Что предупреждает других участников дорожное движение. Ух, какая разумная девочка. И давно ты, мама, учишь водить? Кирочка, сколько мы с тобой ездим? Ого, с двух лет. Вот это бы нашу новую полицию из такого возраста учила ездить, чтобы мне... Ох, и не скажи, да. Нет, дядя, 2000 километров. Так я вижу, ты вообще во всем разбираешься. Может, ты еще знаешь, где газ? Правая педалька. Ох. Не, а разве не левая? Правая. Девочка, а где тормоз? Дядя тормоз. Ай, Иваныч! Это правду кажут, что устами младенца глаголит истина. Вот это вы, значит, о цьому дитину вчите, да? Это не я. А кто? Пушкин на ракете прилетел? Дядя, ты на мою маму бардачок не открывай. А то я все папе расскажу. Так, знаете что, вот сам же перебор. Перебор? Это когда академится тетус. Ох, я как разумно, а? Кирочка, а где ты этому научилась, а? Мама, не только ты меня учишь водить, но и папа. А когда это он тебя учил водить? После праздника. Папа выпил, и я его поэтому домой везла. Ты, батюш, то это значит, папа тебя научил полицейских оскорблять. Только тех, кто тормозит без причины. Нет, ну это... Ладно. Дядя, давай порешаем этот вопрос. О, вот это уже вообще другая справа. Вот то правильный батько вчит правильным речам детину. Не смею вас больше задерживать, прекрасная леди. Счастливого пути. Кирочка, попрощайся с дядями полицейскими. Пока, дядя Минты. Мы поехали. Правая педалька. Да, точно, правая. Ты, батюш, моя хамута. Так, ну, давай мою долю. Я как твоя доля? Мне гроши, тебе комплименты. Какие комплименты? Дядя, ты тормоз. Мне за тормоза что-то платить надо. Это же оскорбление. Самая премьерная премьера этой осени. Что-то ты долго. Сериал «Папаньки». Первый сериал про отцов. Трое разных папанек и один холостяк в одном сериале. Что это? Кого ты такой? Безбашенные. Смешные. А я крутой папанника. Папанька, я крутой. Никто не сможет больше, никто не сможет больше сродиться со мной. Прости, папа. Я тебе испачкал машину чуть-чуть. Я больше не буду. Руки за голову! И любящие папаньки. До вечера, сынотик. Они знают, как заставить тебя смеяться. Папаньки. Так, ты жду баровку. 24 сентября в 21.30. Заходи на наш YouTube-канал и смотри премьеру. На троих. Так. Здрасте. Здрасте. Ой, извините. А скажите, у вас есть вот эти таблеточки? Одну секунду. Да, да. Сейчас вот они. Вам упаковочку или пластинку? А сколько они стоят? 1200 упаковочка, а пластиночка всего 600 гривен. Сколько? Знаете, такое ощущение, что вот я сейчас при смерти. И вот только вот эти таблетки могут меня спасти. Да что я виновата? У нас вон все лекарства подорожали. Будете брать или нет? Нет, не буду. Это очень дорого. Я услышал, что для вас эти лекарства дорого. Это не проблема. Беспроцентные кредиты на любые лекарства. От Честной банка это то, что вам нужно. Выздоравливайте сейчас, а оплатите в течение года. И что, прям беспроцентные? Абсолютно. Вот, пожалуйста, можете ознакомиться. Интересно. Просто банк, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А вот это что? Где? Ну вот маленьким шрифтом. В случае несовременного погашения штраф в пятикратном размере. Так сказать, маленький нюанс. Нюанс. Вы меня тут развести надумали. Так вот я вам сейчас... В следующий раз надо будет предлагать тем, у кого зрение плохое. Или пенсионерам. Хиленьким. Тебе там помазать? Вот до того, как мазать. На троих... Не буду я тебе, Петрович, зарплату поднимать. Не заслужил. Кондратич, да что такое? Я тут за пятерых вкалываю. Судя по перегару, Петрович, ты бухаешь за пятерых. Не буду поднимать точка. Кондратич, ну! Так не кондратичай тот. Раскондратичился. Экскюзи-мо, кто есть месье Петрович? Я есть Петрович. Но он чаще не есть Петрович, а чаще пить Петрович. А, знаменитый украинский хюмор. Ха-ха-ха. Я представитель французской команды «Формула-1». На прошлой неделе я был украинокомандировкой, и месье Петрович чинить мой авто. Ой, понятно. Не волнуйтесь, ущерб мы возместим. Нет-нет, что вы. Месье Петрович первоклассный мастер. И я бы хотел предложить ему работу в нашей команде. О! Подождите. Какой первоклассный мастер? Да он бэху от Ланоса не сразу различит. Это неважно, у нас команда Рену. И мы бы хотели предложить вам зарплату 5000 евро в неделю. Ой, ну не знаю, все-таки родное СТО, я тут каждый болтик знаю. Я так и знал, что вас будет не так просто уговорить. 20000 евро и дом в Париже вас устроит. Т-т-т-т-т-т-т, Петрович, куда? Ты чего, ты подумай. Там говорят, нельзя пить на работе. А зарплату я тебе подниму, подниму. Ну, ты же мне, как сын старший меня. Вот если зарплату поднимешь, и не на 50 гривен, как обычно. Да, о чем ты говоришь, конечно, на 150. О! На 150 подниму. А Роме, Роме, поднимите зарплату, он тоже первоклассный мастер. Чего? Ромка, улитка ты французская, а ну-ка иди сюда. А-а-а, опа. А-а-а, опа. И вот так вот. Хе, клоуны, устроили тот цирк. На, держи. Капец, я целый месяц репетировал эту роль и в конце спалился. Значит так, за вот это то, что вы мне устроили, я вам никакой зарплаты поднимать не буду. И вы у меня месяц без выходных работать будете. Я сказал. Рома, дебил ты с монобровью. Ты че, идиот? Нам тебе придется месяц без выходных работать. Не переодевайся. Прости, Петрович, я старался. Деньги, жадность. Старался он. Сейчас придем на лежачки, упадем. Телки, холодный пивас, класс. Молодые люди, извините, что отвлекаю вас от важного дела, но в направлении, в котором вы двигаетесь, находится нудистский пляж. О-о-о, вот эта тема. Стойте, 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 стойте. Но как же вы пойдете в таком виде на нудистский пляж? Вы же опозоритесь, молодые люди. Но как раз для вас у меня осталось два комплекта одежды для нудистского пляжа. Вот, давай. Всего по сто гривен с каждого. Что-то дороговато. Да. Но красота требует жертв. Ну, на, держи, рыжего. Все? Снимайте ваши маечки. Ну, и что дальше? Все? Вы полностью готовы? Молодые люди, посмотрите на себя. Это же Аполлон и Зевс. О, и вас! Стойте, стойте. Эй, сейчас получается низ не соответствует верху. Что же делать? Но у меня для вас припасено еще два комплекта низа. Вот. По 200 гривен, смотри. А вы надеялись, Антос, стойте. Не, ну так встречают же по одежке, понял? Вы умный молодой человек. Ну, так. Снимайте ваши шорты. Так, ну, и? Ну, шо, шо ж вы ждете? Вперед, навстречу приключениям. Все? Все. Вы помните? Не бойтесь, девки. Самое интересное, что до этого пляж не был на диске. На троих. Все, готов. 36 ровно. Слабовато, Петрович. Ты же можешь и лучше. У тебя рекорд 35,2. Ну, выпив трохой. Трохой. Точнее, вы еще ваши проверили. Ага. Ничего запрещенного там нет. Ну, так. Халаты, тапочки, шампунь из отеля. Подозрение вызывает только ваша мебель. Откуда она у вас? Откуда? Из отеля. То есть, вы не только халаты, вы еще и мебель сперли, что ли? Тьфу, а вам что жалко? У нас что, ваша, у нас же испанская. А как вам это удалось? Ну, как? Ну, когда проверяют номер, смотрят в основном мини-бар, пульт от телека, а потом идут на ресепшн, чтобы сказать, что у тебя все в порядке. Ну, есть как раз зазор, одна минута. За это время Петрович успевает сделать весь спектр работы. Ага. Еще и покурить успевает. Так что, кстати, не нужна фурнитура испанская? Бизнес, конечно, интересный. Вот только на двоих он не очень хорошо делится. А на троих в самый раз. Предложение заманчивое, но нам нужно посоветоваться с напарником. Конечно. Ты разогрелся? Ну, значит, да. Ну, все, побьешь рекорд. Давай. Время пошло. Товарищ генерал! Не понял. Не понял. Не понял. Не понял! Стоять, мастера! Хреновы! На троих! Добрый день! Здравствуйте! А можно в вашем банке кредит взять? Да, естественно, можно. Давайте ваши документы оформим. Ой, а я паспорт дома забыл. Дыряво голова совсем настала. Ничего страшного. Оформили кредит, а паспорт вы потом принесете. Хорошо? Плохо. Плохо. Сколько раз повторяем одно и то же. И ты допускаешь одни и те же ошибки. Ну, я хотел помочь пенсионеру. Ты что, Робин Гуд? Даже государственные банки этого не делают. А мы частные. Понятно? Да понятно. Сколько раз я говорил. Надо всегда обращать внимание на внешний вид. Я помню. Если хорошо одет, можно давать кредит. Плохо одет нельзя. Да, но это еще не все. Надо завести разговор с клиентом. Если человек общается грамотно, значит он образованный. Таким людям давать кредит можно. Потому что они частные? Да нет. Потому что они ботаны такие, как ты, слабохарактерные. Коллекторская фирма их мигом расколет. Деньги заберет. Утюг достали и все. Утюг? Тихо, тихо, тихо. Впечатлительный какой. Запомни одну примету. Так. Я ей всегда пользуюсь. Запах. Если от клиента хорошо пахнет, такие люди вовремя погасят кредит. Им давать деньги можно. Вот от меня же хорошо пахнет. Очень хорошо. Ну вот. Еще разочек повторим сначала. Внешний вид. Так. Разговор. Так. И запах. Молодец. Давай еще разок. Да. Не понял, что за вид. Здравствуйте. Здравствуйте. Это очередная проверка? Я справлюсь. Я справлюсь сам. Так. Ну, внешний вид не очень. Так сказать, помятенький. Скажите, пожалуйста, молодой человек, а сколько атомов в молекуле водорода? Чего? Это что за клоун? Ну, еще не образованный и неграмотный. Ай-яй-яй. Ну, и последняя проверочка. Дыхните. Что? Разит перегаром и чесноком. Так что, молодой человек, наш банк отказывает вам в кредите, потому что вы не образованный, грязный и вонючий. Значит так. Уволен. Что? Уволен. Это Олег Петрович, управляющий нашего банка. А это Евгений, наш новый сотрудник. Бывший сотрудник. Пошел вон. Пошел вон. А ты, Кышенко, работай. Ага, да, да. Иначе отправишься за ним. Ага. Ну, не такой уж перегар. Ну, погуляю на дне банкира. Так, я, в общем, это... на маникюр. Егор Григорьевич, кем вы работали до того, как перевестись в наше терапевтическое отделение? Это сейчас абсолютно неважно, голубушка. Продолжайте работать. Ну, просто уходят слухи, что вы мужчинам увеличивали это. Ну... Голубушка, вам что, заняться нечем? Неважно это, что я там увеличил или не увеличивал. Работайте. Ну, хотя бы в сантиметрах. Георгия Викторовна, займитесь делом. Да-да, заходите. Здравствуйте, доктор. У меня небольшая проблемка. Стоять! Сидеть! Голос! Что? Голос я сказал! Гав! Рассказывай, что беспокоит? Лапа. То есть, рука. Дай лапу. Молодец. Вот так болит? Нет. А вы-то? Ни шпали, ни шпали. Да. Да, вкусно. Кушай. Хорошо. Все понятно? У него что, вывих? Молодец. Кушай. Ну да, вывих. Это хорошо, что вы не лошадь. А так бы пришлось пристрелить. То есть, гав. Молодец. Молодец. А, то есть, вы ветеринар? Ты посмотри, а. Успех за успехом. Молодец. Ну что ж, галочек в этом направлении. Пятнадцать кабинет, рентген. Все, пошел, пошел. Фу, 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 фу. Давай, 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 пошел отсюда. Хорошо. Егор Григорьевич, а вы можете посмотреть мою киску? Да, Виктор, я терапевт. Если у вас проблемы по этой части, это на седьмой этаж. Егор Григорьевич, киска – это кошка. А-а-а. Восемь, смотри сюда. На краих. А-а-а. Так, так, прям вот так, знаешь, так. Ну что такое? Я же это все 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 видела. А-а-а. А-а-а. Это что такое? Сашечка, я сейчас все объясню. Да не надо мне ничего объяснять. Где Толик? Что? А-а-а. Это кто такой? Я тебя спрашиваю. Кто ты такой, Толян? Где? Я не знаю, важно ли это, но я... Валентин. Да. Да я вижу, что ты Валентин. Господи. Где Толян? А-а-а. А Толика, Толика, мы с ним как бы... Мы с ним уже расстались. Подожди. Подожди, а ты все знал? Да конечно я знал. Конечно знал. Как это? А вот так это? Да мы с Толяном, вот, друзья стали. Да мы с Толяном... Ох, Толян, Толян, это же мировой человек был, Толян. Да мы с Толяном... Мы ему на этот шкаф сделали. Мы с Толяном все окна в доме поменяли. Окна? Так это вы? А я думала, что вы так быстро? А кто? Конечно мы. Причем за его счет. Эх, блин. А я так, а я пришел домой, сразу, сразу понял, что не Толик это, не Толик. Толик-то у него всегда опух чистая. Он всегда опрятный. После него домой придешь приятно, чистота. На плите борщ стоит. А это, это сразу мурло, зашло, наследило. Тьфу, свинья. Подожди, Саша. То есть ты все это время знал про Толика, и все это время ты мне врал? Это я врал? Это я врал? Ладно, ладно, я согласна, что я немножечко тоже в этом виновата. Да Толик, да Толик, это же, это же мировой человек был. Да. Да Толик, как же я вообще без Толика-то, а? Толик же мне постоянно отпуск оплачивал. Да мы с ним на все подарки тебе скидывались. Вот этот телефон твой новый, новый, вот этот телефон. Это же мы с Толиком его напополам купили. А вот это что? Что это за мурло такое, а? Сашенька, ну ты знаешь, мы с Толиком остались друзьями. Друзьями? Да. Друзьями? Да ты что, вообще уже обалдела что ли? Ты променяла Толика на вот это вот? Да Толик после этого со мной разговаривать даже не будет. Блин, как же так? Ну Толик же мне вон со справкой в быты и обещал. А вот это что он может? Что он может? Ты пойми, что мы с Толиком не подходим друг к другу. Мы абсолютно разные люди. Ну что ж. Так, давай, короче, собирай вещи. Сашенька, мне не надо, я прощу тебя, не выгоняй меня, прости. Да кто тебя выгонять собирается? Кому ты нафиг нужна? Говорю, вещи собирай, сейчас к Толику поедем. Извиняться будешь. Я не хочу, я не буду. Будешь? Будешь. В ногах у него ползать на коленях будешь до тех пор, пока он тебя не простит. Поняла? Да, да. У тебя машина есть? Нет, у меня велосипед. У него еще и машины нет. На кого ты Толика променяла? Ух ты, мурло. Попрошу вас выбирать выражение. Блин, даже бить его не хочется. Фу. Какое платье одеть? Да какое платье, так есть. И давай побыстрее, пока Толик себе новую бабу не нашел. Хорошо, хорошо. Так, слышь ты, очкарик, значит, я сотка на такси, чтобы до нашего приезда все тут поубирал. Понял? А где у вас моющие средства? Вон и унитаз. Спасибо. И унитаз помоешь. Так, конечно. А, и это, на ужин картошку мне на сале сделали. О, вареную или жареную? О! Цветы Толику! Ну? Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Все? Все. Так. Ну? Здесь. А я тебе говорил, у меня дар от природы. А у меня долги от природы. Здрасте. Здравствуйте, моя любимая и дорогая мама. Здрасте. Присаживайтесь. Может, чай, кофе, печенье? Крыныц организуй. Ага. А с чего это ты такой добрый? Что случилось? А как может реагировать зять, который очень любит свою маму? А? Пожалуйста. А, боже. Ой, спасибо. Что? Говори, короче, что нужно тебе? А я тебе говорил? У меня мама настоящая деловая женщина. Сразу к делу. Сразу к делу. Мы сегодня будем стоять в оцеплении на выступлении группы ТИК. Да ты что? Поздравляю. И что? Как что? Вы что, не знаете? Мы же фанаты группы ТИК. Ну, это песня. Оле не олене, не брите и не олене. Это негласный гимн вашего отделения. Это так понятно. Да и живот у него такой же, как и у вас. Что хотели? Дело в том, что мы хотели бы попросить вас, чтобы вы взяли автограф нашего любимого артиста. Автограф? Да. А как ты себе это представляешь? Все очень просто. Мы будем стоять в оцеплении, чуть-чуть ослабим хватку, и вы незаметно просочитесь к нашему артисту. За комплимент, конечно, спасибо. А как ты себе это представляешь? Просочитесь. Малиночка, Франция, ну, зачем вы на себя наговариваете? Вы, на самом деле, стройная, а где-то по-своему... Хорошо, я это сделаю. Но у меня есть одно условие. Я вам автограф, а вы мне на выходные огород копать. Согласны. Хорошо. Пиши, пиши, пиши. Ты что, Затюк сбрендил, что ли, а? Я же выполнила ваше задание! Я же автограф у него взяла! Да, да, совершенно верно. Артист поставил свой автограф. Красота. Ну, он поставил свой автограф под своим же заявлением. Значит, пишет, что злая и неуравновешенная фанатка мешала ему выступать. Какая фанатка? Ты о чем? О вас, мама, о вас. А, гадина. Ты все это подстроил, я знаю. Также артист еще просит, еще просит. Пиши. Просит оградить его от этой назойливой фанатки лет на пять. Законно. Знаешь, Затюк, если у меня рассада завянет, я тебя прибью. Кстати, по поводу рассады. При задержании у злостной нарушительницы были изъяты наркотические вещества. Ха-ха-ха! Это помидор и перец. Послушайте, экспертиза разберется, что это такое. Но по виду это конопля и мак. Я-то лучше понимаю. Слышишь ты, выпусти меня отсюда немедленно! Ха-ха, обязательно выпустим. Обязательно, но попозже. Попозже. Лет через пять, мама. Выпусти меня отсюда немедленно! Нет ничего прекраснее, чем крики тещи за решеткой. На троих! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова